Утреннее построение, поднятие российского триколора под звуки гимна страны. Так начинается каждое утро у студентов военной кафедры Тувинского государственного университета. Отбор на военную подготовку прошел в два этапа. Первый – регистрация и второй – результаты медицинского осмотра, уровня физической подготовленности и успеваемости. Военная подготовка на кафедре при Тувинском государственном университете только началась. С 12 сентября начались плановые занятия. Набрано в соответствии с заданием три учебные группы. Занятия ведутся по направлению подготовки солдат запаса и направлению подготовки сержанта запаса. У сержанта запаса предусмотрено программой 14 дисциплин военно-профессиональных. У солдат запаса предусмотрено 12 дисциплин военно-профессиональных. Айрат Хайларак давно хотел стать военным. Услышав об открытии военной кафедры при Тувинском госуниверситете, решил попробовать. Ты наделал именно военную форму, и это дает еще больше уверенности в себе, потому что ты чувствуешь, как военный человек. А при построении это чувствуется уже прямиком. То есть вот ты уже учишься в военном направлении, да, уже чувствуется. Студенты уже с середины сентября начали изучать основы огневой, тактической и тактико-специальной подготовки, а также радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, ежедневные тренировки на плацу вселяют в студентов боевой настрой. Ведь многие из них в последующем собираются продолжить военное обучение. В дальнейшем хочу обучиться на военной гражданской обороне. В дальнейшем уже продолжить карьеру военнослужащего. После успешного завершения теоретического этапа военной подготовки студентов ждет практическая часть. Если быть точнее, через два года при прохождении экзаменов на отметку «Хорошо» студенты будут обучаться уже навыкам военной подготовки непосредственно в полевых условиях при военной части. Вот этого 30-дневного сбора, они аттестовываются должностными лицами Министерства обороны. Если аттестация успешная, военным комиссарам республики присваивается им соответствующее воинское звание. Тем, кто проходит подготовку по программе «Солдат запаса» присваивается звание «Рядовой запаса». Те, кто проходит подготовку по программе «Сержантов запаса», присваивается воинское звание «Сержант запаса». Напомню, что в 2016 году в рамках расширения географии военной подготовки студентов по стране Министерством обороны России были открыты пять дополнительных военных кафедр в вузах «Куда вошел» и «Тувинский госуниверситет». Министерством обороны России